МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы помнили, в Махачкале прошла акция, посвященная памяти погибших при исполнении служебного долга военных и сотрудников полиции. До 500 тысяч начинающим. На какую поддержку от государства могут рассчитывать молодые бизнесмены республики, расскажем в выпуске. Футбол, волейбол, теннис, джиу-джитсу и стрельба из лука. Участников с разных уголков республики собрал Кубок Кавказа на призы муфтия Дагестана. Подробности в спортивном блоке новостей. 232 человека погибли и 1664 пострадали на дорогах Дагестана с начала этого года. Зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Рост наблюдается по всем показателям аварийности. Неутешительную статистику на пресс-конференции привел начальник ГИБДД республики Александр Шалагин. Подробности далее. Ситуация на дорогах Дагестана далека от идеальной. Особенно плохо дела обстоят с детским дорожно-транспортным травматизмом. По данным республиканского ГИБДД, в авариях погиб 21 ребенок. Еще 158 детей получили травмы различной степени тяжести. Недавно у нас произошел наезд на маленького велосипедиста, 6-летнего ребенка, который погиб под колесами КамАЗа. Опять-таки по чистой вине взрослых. В первую очередь это то, что ребенок перемещался по селу в Тарумовском районе без присмотра взрослых. Во-вторых, то, что водитель КамАЗа его не заметил. Но вся беда, я думаю, что еще усугубляется тем горе, что погибший и виновник автоаварии являются между собой дядей и родным племянником. На пресс-конференции журналисты могли задать любые интересующие вопросы. Один из них касался нашумевшей разметки, которая появилась на перекрестке проспектов Яракского и Гамзатова в Махачкале. В социальных сетях ее прозвали Вафельной. Начальник республиканского ГИБДД отметил, такие обозначения в перспективе появятся и на других оживленных участках столичных дорог. Разметка эта – это только средства, позволяющие фиксировать нарушения, допущенные водителем при выезде на перекресток. А если половина, вот эти 50% понимала о том, что таким образом они создают удобство, а не неудобство, останавливаясь на красный сигнал светофора вне зоны действия этой разметки, что они таким образом предоставляют возможность другим участникам дорожного движения беспрепятственно пересечь улицу Ленина, извиняюсь, улицу Гамзатова, проспект Гамзатова или улицу Иракского, тогда я думаю, что они бы по-другому отнеслись к этой проблеме. Говорили на пресс-конференции и об изменении условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Как и раньше, нельзя устанавливать на стекло любые дополнительные предметы, за которыми не видно дороги. Сегодня это могут быть крупные видеорегистраторы, планшеты и смартфоны. Салия Магомедова, Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Более 150 граммов марихуаны нашли у мужчины на вокзале в Дербенте. Во время личного досмотра полицейские заметили подозрительный черный пакет у 35-летнего жителя республики. В нем находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. И к другим темам. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла республиканская акция «Чтобы помнили». Мероприятие было посвящено памяти погибших сотрудников полиции и военнослужащих. Сюжет Камилы Мехтихановой. На акцию «Чтобы помнили» собрались воспитанники школ из разных районов и городов республики. Спикеры в лице сотрудников полиции и различных специалистов напомнили юным слушателям об опасностях терроризма. Для того, чтобы наше поколение нынешнее понимало, что непростая ситуация в нашей стране и проявлять уважение к служащим, к военным, для их семей, для погибших в первую очередь. Чтобы помнили, понимали, что это очень сложная работа. Почти половина зала – наши мамы, жены, вдовы, сестры, наших героев. Такие мероприятия нужны для выковечения памяти. Потому что это мало того, что успокаивает каждую мать, когда помнят о ее сыне. А пока мы помним, пока память жива, наши дети с нами. Умуреза Кутурчаева испытала двойное горе. Не успев похоронить зятя, она столкнулась с еще одной трагедией. В зоне СВО погиб и ее сын. Один звонок, вот крайний, то, что он сказал, мама, мой старший брат погиб, я, а там еще за старшего брата. Вот это вот, во мне, как будто, во их два сына погибли. Дочери муж командовал батальоном танковым, а мой был десантный разведчик. То, что ребята погибли в тех войнах, и то, что память ихняя, это священно. И пройдут годы, нас не будет даже живых. И наши поколения должны помнить то, что погибли ради мира. В ходе мероприятия была анонсирована книга интервью с матерями погибших участников спецоперации. По мнению организаторов, подобные акции имеют большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. Надо, чтобы они знали и помнили о тех, кто принес себя в жертву ради мирного будущего Родины. Камила Мехтиханова, Шамиль Хирия Сулаев. Новости ННТ Махачкала. В Дагестане завершился региональный этап конкурса «Молодой предприниматель». За победу боролись порядка 40 участников в возрасте до 35 лет, развивающие свое дело в торговле, в сфере услуг и в сельском хозяйстве. Теперь победители смогут заявить о своем проекте на федеральном уровне, получить медиаподдержку и помощь от экспертов, а также найти полезные знакомства. Пришла сюда поучаствовать, чтобы получить денежные средства от государства, чтобы расширяться, увеличивать свое производство, выйти оффлайн, то есть открыть свой свадебный бутик. Я думаю, что молодому поколению нужно больше изучать всю эту историю с государством, то есть какие возможности он дает. То есть есть какая-то поддержка, не нужно лезть в кредиты. Иногда достаточно просто изучить все эти программы, которые предоставляет государство. Если брать анализ 2022-2023 года, то видно, что наши молодые предприниматели более вовлечены в предпринимательскую деятельность. И в этом году поступило более 38 заявок. Кроме того, на развитие своего дела молодые предприниматели республики смогут рассчитывать и на грант в размере до 500 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется через МФЦ, госуслуги, а также непосредственно в агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Вокальные и хореографические номера, выступления заслуженных артистов и многое другое было представлено на фестивале, который прошел в стенах гуманитарно-педагогического колледжа. Организаторами мероприятия выступил Миннац региона совместно с уполномоченным по правам ребенка. Замысел просветительской акции – знакомство с основами духовно-нравственной культуры России и Дагестана – детей, эвакуированных из зон военных действий. Фестиваль проводится уже не первый год и с каждым разом привлекает больше участников. Такого рода мероприятия много проводятся. И важность этих мероприятий заключается в том, что эти дети, которые возвращены, скажем, из этих зон – Сирия, ДНР, ЛНР и дети, пострадавшие в результате специальной военной операции, их социализация – это, я считаю, государственная задача. Поэтому вот такое внимание к этим мероприятиям. Идея фестиваля у нас возникла давно, и она очень простая, и в это же время великая. У нас богатейшая культура, наше наследие непревзойденное, не имеет аналога в мире. И очень важно, чтобы дети приобщались к нашим истокам и корням с самого раннего детства. Особенно дети, которые в силу разных обстоятельств находились вне территории республики и испытали в своей жизни много сложностей и трудностей. Наша огромная, общая и очень приятная задача – окунуть их в мир нашей традиционной дагестанской культуры. И в завершение о спорте. Кубок Кавказа на призы Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди стартовал в Махачкале. Соревнования проходят по пяти видам спорта. Участие в них принимают спортсмены из разных уголков республики и других регионов России. Как проходил отборочный этап в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Всего на Кубке Кавказа представлено пять видов спорта. Махачкале они проходят на двух площадках. Сегодня отборочный этап, завтра финальный. На одной из площадок это у ипподрома конно-спортивного клуба «Зебра». Здесь представлены три вида спорта. Это стрельба из лука. Сейчас начинается соревнование по джиу-джитсу, уже проходит по волейболу. Финалисты встретятся завтра. В соревнованиях принимают участие сотни людей, взрослые дети, профессионалы и любители. Цель не просто участия, а победа на крупном турнире. Турнир проходит очень масштабный уровень. В проведении турнира очень много, две площадки, очень много команд были вызваны. На высоком уровне очень часто участвуют на соревнованиях в России. И иногда даже такого уровня не бывает за границей Дагестана. Мы очень долго занимались, слушали своего тренера, нашего Марку Машаду. Мы из Прайда интенсивно, постоянно тренировались, готовились к соревнованиям. У нас очень много соревнований, готовы постоянно бороться. Здесь много соперников, много людей пришло бороться на Кубок для Кавказа. Мы всегда пришли с командой, нашим тренером. Мы готовы все бороться. На какие результаты рассчитываете? Все первые. Первые общекомандные, первые все. Тут много и новичков, наверняка кто-то еще дальше продолжит стрелять. И вообще братские отношения, дружба, все усиливается, конечно. Подобные мероприятия в Дагестане проходят впервые. Каждый из представленных видов спорта по-особенному красив израильщен. На данный момент на турнире предоставлены организаторами 6 абсолютно новых луков, новые стрелы. И каждый лучник стреляет, отходя по 5 метров, начиная с 20 и до 50 метров. И в конце уже на 50 метрах мы будем стрелять на результат и определим финалистов, которые пройдут завтра. У нас участников порядка 300 где-то. И дети у нас идут. Мы разделили по возрастам. Возрастам у нас 6-7 лет, 8-9, 10-11, 12-13. Такие идут. Разделения 14-15, 16-17. И уже от 18 до 29 есть категория адалтов. Есть категория ветераны. Их называют после 30 лет. Мы их разделили по поясной градации. Пояса тоже имеют значение. Это белые, синие и пурпурные с черными объединили. У детей тоже нет поясной градации. Дети борются все в одном поясном этом. К финальному этапу Кубка предшествовал предварительный. Турниры проходили в разных городах и районах республики. Среди участников также спортсмены из соседних регионов. Я думаю, это в первую очередь такие мероприятия нас объединяют. Все города, районы. Это показывает наше единство. Наш муфти, он лидер. И доказательство этому, что здесь столько людей собираются, объединяет во благо. Во благо общества. Работа идет. Это вот и пример. И всех призываю к такому образу жизни. Спорт объединяет, как говорится. Вторая площадка, где проходили соревнования, была расположена на территории спортивного комплекса «Спарта». Там сильнейших определяли в турнирах по мини-футболу и настольному теннису. На сегодняшний день участвуют все сильнейшие теннисисты республики Дагестан. И у нас отрадно заметить, приехали из трех субъектов России. И организация проходит на высоком уровне, инвентарь, оборудование. Все соответствует не только республиканским, но и международным соревнованиям. Я думаю, очень даже красиво, нам очень понравилось. Столы тут, да, и очень хорошие игроки тут собрались. Я думаю, дадим отпор. По итогам отборочного дня определились финалисты. И завтра, 15 сентября, в день единства народов Дагестана, турнир выявит лучших на Кубке Кавказа по всем видам спорта. Победители призеров ждут денежные призы, кубки и медали. Хамз Нурмагомедов, Аснам Халиков, Халидах, Майф Мурат, Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Ко дню единства народов Дагестана завтра в Махачкале проведут ретро-футбольный матч. Любители игры в мяч ждет символическое дерби двух столиц республики. Сойдутся махачкалинский клуб «Порт Петровск» и Тимирхан Шура из Буйнакска. На поле выйдут ветераны, кому за 45 лет именитые в прошлом футболисты. Напомним, что ровно 100 лет назад состоялся первый футбольный матч между командами Буйнакска и Махачкалы. А дагестанский боксер-профессионал Заур Абдулаев одержал 18-ю победу в карьере. В соглавном событии турнира RCC в Челябинске он одолел непобежденного соотечественника Романа Андреева. Уже в первом раунде соперник Каспийчанина побывал в нокдауне. Абдулаев продолжил наносить разящие удары во втором и третьем раунде. Получив рассечение, опытный Андреев отказался от дальнейшего продолжения боя. Для него это поражение стало первым за 26 поединков. И на этом у меня все. В студии работала Лориана Шемхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин